Друзья мои, сегодня читалось длинное-предлинное Евангелие из Евангелия Иоанна. Это беседа Господа нашего с Самарянкой, с женщиной-грешницей, которая пришла случайно за водой к колодцу, возле которого сидел Спаситель наш. И вот беседу Господа с этой женщиной передаёт евангелист Иоанн Богослов. И это очень ценное свидетельство благовестия Евангелия не для народа, не для больших широких народных масс, а разговора с конкретным человеком. И в Евангелии Иоанна, пожалуй, самый важный для нас момент, который мы все чувствуем, когда читаем этот удивительный текст, это его удивительная личная интимность. Никодим приходит к Спасителю, лично с ним беседует. Спаситель беседует со своими учениками, но отдельно, и он находит такие важные слова, которые, знаете, я думаю, окрыляли его учеников. Он говорит о великом доверии, которое он, творец этого мира, чувствует, обращаясь к людям. Поэтому Евангелие Иоанна — это памятник человеколюбия Господа. Конечно, самый большой знак человеколюбия — это распятие, это крест Господень. Но мы читаем эти страницы небольшого, казалось бы, текста евангельского и чувствуем, что Господь разговаривает на самом деле с нами, с теми людьми, которые доверились Его воскресению, пошли за Ним, взяли крест. Может быть, без особого желания, конечно. Но как апостол Пётр говорил в том же Евангелии от Иоанна «Наставниче», куда нам идти? Вот к кому нам ещё идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Вот мы идём за Господом нашим, слыша эту удивительную музыку Евангелия. Это свидетельство доверия Господа к людям, Его удивительную, ни на чём, казалось бы, не основанную веру в человека. Потому что, чтобы верить в человека, нужно быть Богом. Каждый взрослый, пожалуй, согласится с этими словами. И беседа Господа с Самарянкой — это довольно длинный диалог, в котором очень много богословских оттенков, несколько этажей смыслов, до которых нелегко докопаться, добраться даже опытному богослову. Но, мне кажется, самое простое, то, что лежит на поверхности, это то, с чего нужно начинать каждому человеку, который идёт за Господом. Это удивительная деликатность и такт Спасителя. Кажется, эти слова неприменимы к Евангелию, но это именно так. Потому что для того времени, для того общества, в котором жил Христос, то, как Он разговаривал с этой женщиной, было настоящей революцией. Он был иудей, принадлежал к касте людей, которые считали себя особыми, избранными. Самаряне по своему статусу полукровок, считались народом даже биологически как-то недоброкачественным. Когда мы такие вещи извлекаем из недр истории, нам кажется, что мы это уже где-то видели, потому что в этой позиции, в этой манере поведения, этому особому мировоззрению есть имя, есть название — нацизм. Это нам очень хорошо знакомо. Но это не было изобретением Гитлера или идеологов нацистской Германии. Это был первобытный, естественный нацизм, внутри которого, в атмосфере которого, жили наши предки на протяжении тысячелетий. И даже Сократ, как передают биографы античные, благодарил богов за три вещи — за то, что он родился мужчиной, а не женщиной, за то, что он родился свободным, а не рабом. И третий момент очень важный — то, что он грек, а не варвар. Он к чистой расе принадлежит. И вот Господь, который живёт в этом мире, такого естественного нацизма, вдруг обращается к женщине, к которой он не мог, не имел права обращаться, с которой он не имел права разговаривать по трём причинам. Потому что она, во-первых, баба, во-вторых, она самарянка, она полукровка, она нечистая по своём происхождению. Даже если бы это был мужчина, иудею было бы просто неприлично с ним разговаривать. А в-третьих, она была грешница. Пять мужей. Ну это прямо рекорды даже для нашего времени. Знаете, не каждая эстрадная певица, простите, может похвастаться таким багажом, с таким запасом мужей. А Господь просит у неё напиться из её рук. Тот, кто должен быть, должен бы брезговать, вообще даже смотреть в её сторону, он просит напиться из её рук. Ни капли брезгливости, ни тени, знаете, этого снисходительного превосходства над кем-то. И мне кажется, самое первое, самое простое, что из этой истории мы должны извлечь, о чём себе должны напомнить, это то, что Евангелию противно любое хамство, любое превосходство сверху вниз. И снизу вверх тоже. Мы, конечно, можем погрузиться в стихии богословских смыслов. И многие так и делают, набрасываются на разного рода оттенки тех или иных учений, толкование священного текста. Это правильно. Но прежде чем вступить на эту священную землю, нужно раз и навсегда запретить себе всякого рода хамства и высокомерия по отношению к другому человеку. Даже если он, может быть, другой веры, других взглядов, не так образован, как я, может быть, не горожанин совсем, может быть, он принадлежит даже другому классу или сословию, хотя сейчас их как будто бы и нету, но люди даже в таких условиях умудряются подчёркивать непременно свою принадлежность к избранному обществу. Это категорически противоречит Евангелию. Да, у нас есть эта инерция естественного нацизма, что ли. Нам хочется себя чувствовать каким-то избранным клубом. Хочется верить, что мы такие особенные. И на этом, собственно, строится психология любой секты, любой группы раскольников, которые привлекают к себе людей и удерживают их, именно эксплуатируя это чувство избранности. Мы особо, мы избранные. А для Господа мы все просто грешники, мы все просто чадо, нуждающиеся в милосердии. И надо, прежде чем погружаться в глубины богословских смыслов, научиться этому простому евангельскому уроку, выполнить простое евангельское задание, которое Господь нам в этой истории даёт, доверяет. Никакого высокомерия. Особенно, особенно того высокомерия, которое идёт сверху вниз. Если уж очень хочется вам нагрубить или подчеркнуть свою какую-то значимость, лучше нагрубите тому, кто выше вас. Начальнику своему, например. Это, по крайней мере, можно даже найти какие-то обоснования в Евангелии. Но ни в коем случае не хамите, не грубите, не унижайте, не подчёркивайте своё превосходство над человеком, который ниже вас. Один мудрый человек говорил, что человек узнаётся лучше всего не потому, как он относится к старшим, не потому, как он общается с равными, а потому, как он относится к тем, кто ниже его, тем, кто его обслуживает, тем, кто от него зависит, тем, кто находится у него в подчинении. Вот в этом как раз раскрывается человек во всей своей полноте. Поэтому, друзья мои, раз и навсегда запретить себе всякое высокомерие, запретить себе всякое хамство, потому что Господь гордым противится, а смиренным даёт благодать, потому что подобный привлекается подобным, если ты хочешь быть с Господом, с самым смиренным существом на свете, тебе тоже нужно учиться этому благородному смирению, жалости и снисходительности тем, кто ниже тебя, слабее тебя и тем, кто от тебя зависит. Аминь. Ну, я не знаю, как-то получается, что опять Тамары, понимаете? Я посмотрел сегодня в календарь, только праздновали Тамар, опять Тамары, мы с Тамарой ходим парой, санитары, понимаете, что же это? Окупировали Тамары, но всё равно мы их поздравим. Вон Тамара стоит, так что поздравляем одну Тамару, там ещё где-то Тамары ходили, причащались, так что всем Тамарам по подарку. Кто выдаёт сегодня, чья очередь, не знаю. Да, и Пасха уже, видите, как-то незаметно идёт к закату. Это не страшно, ничего в этом нету особенного, она как-то стремительно нас покидает, но именно Пасха вдохновляет нас на весь церковный год, поэтому пользуйтесь этим священным временем, радуйтесь и радость свою обязательно с кем-нибудь нужно разделиться, с кем-то нужно и поделиться. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!